Всем привет! С вами Комаров Виталий. Ну вот моя очередь, наверное, настала рассказать о Навальном. Кошак запрыгнул. Сразу скажу. Я к Навальному отношусь как к журналисту. У меня нет восприятия к нему как к политику. Это раз. Он создал вокруг себя окружение практически из таких из таких же журналистов. Копают, роют, находят, говорят. Как он выйдет в политике, понятия не имею. Вы скажете, вот он там купленный. Ну, любой политик, он как скупленный вообще-то. Вспомним того же самого Ленина. Ему в глаза говорили, ну куда ты, маленький щуплый бородатый, кортавый лезешь, кто тебя слышать-то будет. Пришел. Ну, почему бы в Навального не прийти? Спал невероятно. На митинг выходят школьники. Вернее, молодежь. Ребята, а кому выходить-то? Выходить-то кроме них больше некому. Все остальное старшее поколение в буквальном смысле ссыться. Хотя на митингах очень много присутствовало и довольно-таки взрослого населения. Никуда ты от этого не денешься. Школота там тоже была. Ну, а кто у нас революции делает? Такая же молодежь и делает куда-то от этого денешься. Кстати, если бы не было Навального, был бы этот Ходорковский чел. То же самое у него. Есть возможности такие. Поднять такой кипиш. Все так же начать. Начать все эти забастовки, митинги. Что там? У нас этот, как его, в Саратове, Бондаренко. Вы обратили внимание, что он уже сейчас по России начинает разъезжать? Он встречается с людьми. Ту же самую почву для себя готовит. Как он к власти придет? Это ничего неизвестное. Что будет-то с этим? Ну, в моих глазах получается вот несколько кандидатур таких. Навальный, Бондаренко, подобие Ходорковского. Ходорковский, кстати, тоже у нас в России считается преступником. Ленин тоже в свое время был незаконно на Царской Руси. Почему сейчас Ходорковского не стать? Так что ругать-то Навального, я не знаю, стоит, не стоит ли. Хорошо про него рассказать только можно одно. Роид. Как крот на стороне роид и все. Находит все, что ему нужно. Митинги несанкционированные, да? Да иди ты зарегистрируй этот митинг, санкционируй и иди ты спокойно, да? Все правильно, я с вами согласен. Санкционированный митинг идеально. Но, честно сказать, как вот мне в Пензе рассказали про пензенские митинги, да? Вот, если митингуют какие-то пуделя, кошечки, собачки, все, это вот прям в центре, вперед, ребята. У нас гласность, у нас демократия, давай. Так и нужно. А если что-то серьезное, то куда-нибудь в сторонку, чтобы не было видно, слышно, что все тихо прошло. Чтобы никто ничего не узнал. Вот так вот. Так что какие-то митинги должны быть санкционированные, несанкционированные. Вообще скажите спасибо, что их хотя бы объявляют. Я такого мнения. Что касается... Вообще, что у нас в государстве происходит? Вы обратите внимание. У нас учителя больше всего занимаются отчетностью. Он за один урок должен вот такой толмуд написать, отчитаться, как, что и почему. Врачи тоже далеко нечего ходить. Заместо того, чтобы кого-то что-то лечить, надо отчитаться. Елки-палки, у нас даже полицейские должны отчитаться, сколько они чего и как поймали, на каком основании. Все это должны по полочкам. Ему ловить некого преступников, ему отчет надо писать. Что я тут могу сказать? То, что власть, я не знаю, как сейчас, но раньше она завралась прямо в пух и прах. Кто вам сейчас еще поверит? Я к власти обращаюсь. Кто вам сейчас еще поверит? Что бы вы там ни говорили? Я давно об этом говорю. Вам нужно доказывать сейчас правоту, а вы этого не хотите. То, что касается благоустройства делается. Ну да, вот у нас в Башмакое делается благоустройство. По Пенинской области строятся новые дороги. Все облагораживается, все красиво. А что толку в этой красоте? Когда вот у нас началось благоустройство Башмакое, мне люди говорили, ты наших не трожь. Они как-то стараются. Сейчас это уже вот все, это падает ниже, 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 ниже. Уже мало кого интересует вот это благоустройство. Уже начинает, встает все на свои, как говорят, старые рельсы. И люди уже начинаются опять задумываться о том, что где работать, чем заниматься, где деньги брать. Результат. Вот Пол Башмакова ездит в Москву, если не больше. Мне один говорит, вот все этой херней занимаются те, кто не работает. Вот честно сказать, вот кто мне это сказал, он сам себе на вопрос, наверное, ответил. У нас сколько сейчас нерабочего населения, не считая молодежи? Во! Куда они пойдут? Они пойдут на эти митинги, что? И они правы, что они туда пойдут. Я абсолютно против вот этих митингов. Я и в прошлых своих роликах говорил, что каждый последующий митинг, он будет все жестче, жестче, жестче. Народ, люди выходят на митинги, законы ужесточаются, становятся все жестче. Люди опять выходят еще жестче. И в конце концов, 23 января, да, был митинг. В Омановцев кидали снежками. Что будет на следующем митинге? Будут ли в него кидать снежками? Не знаю, может быть, дайте ей до посерьезней вещей. Хотя по закону в нашу, как говорится, в полицию чем-то не кидай хоть цветочками. Это оценивается как нападение. Вы что думаете, молодежь об этом не знает? Вы думаете, молодежь не знает, что кинуть снежок в так называемого мента это нападение? Он отлично это понимает. Это своего рода... Я, например, воспринимаю это как звоночек такой. Сейчас мы в тебя снежком, а завтра мы посмотрим, в чем тебя швырнуть. У нас до сих пор наши чиновники к народу относятся... Сам Песков сказал. Его спросили, много ли вышло в Москве митингующих? Не, мало. Четыре тысячи, дай бог. Это что такое? Он сам сказал выходить больше. Иначе вас никто не послушает. Это что за бред такой? Это только говорит о том, что народ считает просто за пыль. С баранов. Бараны это не пыль. Нет, пыль это еще ниже. Это то, по чем бараны ходят. Что вы хотите от этого? Сейчас вот меня смотрят. Ага, да вот Навального. Он проворовался. Он там на западные деньги. Етить ваш мать. Сейчас дай Бондаренко. Какой там немец, американец придет и скажет. Вот тебе до хрена миллионов. Давай вперед за Россию. Подымай. Он пойдет. Чем не лидер-то? И вы за ним также пойдете. У Навального сейчас, я вот что-то смотрел, шесть с чем-то миллионов подписчиков. У Бондаренко миллион с чем-то. Там полтора штук миллиона. Слабоватенько. У Ходорковского тоже миллион с чем-то. А вот, между прочим, вот эти два человека. Ходорковский и Бондаренко. Вот практически для них вот сейчас вот эта почва готовится. Вот этим Навальным, можно сказать так. Если с Навальным не выйдет, то пойдет Бондаренко или Ходорковский. Очень даже может быть. Это ладно эти-то. Мы хотя бы по интернету видим. Чего-нибудь оморут. А то могут прийти вообще такие люди, которых мы и знать-то не знаем. И пойдем за них. Навальный как говорит? За меня не надо выходить. Выходите за себя. Вот мы все сами за себя и пойдем за каким-нибудь клоуном. Вполне это очень даже возможно. Осуждаю ли я эти митинги? Нет. Потому что здравый человек, человек, который имеющий образование, который дальновидный, это тот человек, который, что я сейчас описываю, это должен быть чиновник. Он все это должен был предвидеть. Что такое может быть. Вы знаете, в свое время, когда еще в Москве митингов, это была большая-большая редкость. В забастовывании митингов. Я одного спрашиваю. Слушай, а вот что, если здесь возьмут, вся вот Москва соберется и попрет на митинг? Знаете, что он мне ответил? Да кто здесь пойдет? Здесь ни одного москвича не осталось. Находятся. Находятся люди. В вашей Москве, в которой москвичей нет. И они идут, прутся. Я еще раз говорю, я не осуждаю. Сейчас во многих городах, где митинги уже прошли, когда-то чиновников в свое время спрашивали, что будет, если народ пойдет? Да где ты здесь увидел народ? Это вот то же самое у нас и в Башмакуе. И в Пензе. У нас везде так говорят. Спроси любого чиновника. Вдруг, если что пойдет, кто народ какой? Да кто здесь народ? То есть то, что мы сейчас живем здесь, мы не народ. нас не воспринимают как народ, нас воспринимают пылью. Ходят дебилы и ходят. И все. Ну, такое вот мое мнение по всему этому поводу. Мне, как говорится, все равно, кто, что, что проплачивает. Там, путинский дворец. Знаете, поговорка есть – с водой работать и не намочиться. С одной стороны, верно. Ладно. Но есть и другая поговорка – воруешь сам, не мешай другим. Вот он близким-то не мешает. А простое население все жмется, жмется, жмется. Она и в законах жмется, и в правах жмется. И все у нас дорожает, зарплата не особо уж так растет. Надо же, у нас примета плохая появилась. Если пенсионерам пенсию повысили, значит, что у нас? Свет, газ, продукты. И продукты, притом, первые необходимые. Ну, как же пенсионеры получили, добавку получили? Ну, как же ее с них не сорвать? Ну, что вы хотите? Конечно, люди пойдут. Вы думаете, это молодежь не видит, что ли? Она не видит, как жили их родители пять лет назад и как живут сейчас? Видят. Они все хорошо видят. И они знают, за что идут. Они идут за себя. Я вообще удивляюсь. Это надо же. Сотрудник полиции наорал на учеников. Если вы пойдете за Навального, я вас пересажаю. Вас ждут наказания. Ваших родителей наказываются, чтобы никто за Навального не выходил. Что было интересно, они до этого даже не знали, кто такой Навальный. Теперь они знают. И теперь они выйдут. Кто здесь что виноватый-то? Навальный, что ли? Я сомневаюсь. Я вот говорил, народ нужно за что-то подцепить. Если есть за что ухватить, его подцепят и подтащат. Подтащат туда, куда надо. Вот не даром уже в совке было такое, да? Не работать ты не имеешь права. Ты должен работать. Если ты работаешь, то тебе митинговать некогда. Сейчас у нас 80% безработных людей. На митинг кого хочешь выбирай. Ты хочешь молодец. Хочешь дедурик. Хочешь нормальный мужик. Хех. Пожалуйста. Выбор всегда за человеком. Кто бы его не звал. Купленный, некупленный. Кто бы его не притягивал. Человеку есть за что выйти. И он пойдет. И может даже пойти до конца. Почему нет? Я высказал свое мнение. Душонкой я свою успокоил. Подписывайтесь на канал. Посмотрим, что будет через несколько дней. Я постараюсь оставить свои комментарии. До свидания. До свидания.